В Шуши свою работу продолжает международная конференция, организованная правящими партиями Азербайджана и Турции. Мероприятие, напомним, что приурочено ко Дню национального спасения Азербайджана, а также годовщине подписания Шушинской декларации. Наша съемочная группа продолжает отслеживать события. С нами на связи выходит моя коллега Альбина Абдурахманова. Альбина, здравствуй. Какие новости к этому часу? Добрый день, Ильнара. Приветствую вас из культурной столицы Азербайджана, где проходит совершенно верно международная конференция, которая была организована правящими партиями Азербайджана и Турции. Это партия Ейны Азербайджана и партия Справедливость и Развитие. Я напомню, что это мероприятие проводится уже второй раз. В прошлом году она также была проведена, вот эта конференция, также в городе Шуша. И, конечно же, эта конференция также совпала с датой Дня национального спасения Азербайджана. Азербайджан и Турция рядом и в горе, и в радости. Об этом могут посвидетельствовать очень множество примеров. К примеру, мы помним, что во время 44-гневной войны Турция всячески оказывала моральную и политическую поддержку. И, помимо этого, сегодня она принимает активное участие в восстановительных работах, которые проводит Азербайджан на освобожденных территориях. Помимо этого, вам известно, что во время страшного землетрясения в Турции именно Азербайджан стал той первой страной, которая оказала первую помощь, как гуманитарную, так и отправила спасательную бригаду. Но и наряду с этим, вы знаете, что должен был пройти саммит организации тюркских государств в городе Шушан. Но президент Азербайджан Аль-Хамали выступил с инициативой, чтобы этот саммит был проведен в столице Турции. Тем самым, конечно же, это является показателем поддержки братского народа. Более подробно об Азербайджано-турецких отношениях и о том, какую роль играют правящие партии в деле углубления этого двустороннего сотрудничества, нам удалось пообщаться с депутатами парламента Азербайджана, послушаем, что они нам сказали. Да, уже вот второй год мы проводим это мероприятие, День национального спасения. Это уже своего рода традиция. А до этого, конечно, вы знаете, между двумя правящими партиями Турции и Азербайджана был заключен меморандум о сотрудничестве. Каждый сейчас в Азербайджане знает, что между Турцией и Азербайджаном исторически сложившиеся братские отношения. В дни Отечественной войны они как бы достигли своего пикового положения и после конфликтного времени тоже они идут, как и развиваются, только по нарастающей. Очень знаменательный в такой исторической для азербайджанского народа и государственности день, День национального спасения, находиться в городе Шуше, где по инициативе двух правящих партий, двух братских государств Азербайджана и Турции проходит конференция. Сегодня вот инициатива правящих партий углублять наше взаимоотношение, наше сотрудничество во всех областях, во всех сферах экономики, промышленности. То есть речь идет уже не только о политическом взаимопонимании или поддержке политической, речь идет уже в том числе о совместных энергетических проектах и о совместных промышленных проектах, которые можно будет осуществить в процессе возрождения наших территорий и, естественно, осуществить несколько современнейших проектов на территории Шуше и прилегающих, освободенных наших исторических земель. Сейчас мероприятие продолжается. Я напомню, что международная конференция имеет главную тему, которая звучит как «от спасения к победе». И также хотелось бы особо подчеркнуть, что именно правящие партии двух стран также способствуют углублению двустороннего сотрудничества. Мероприятие продолжается панельными сессиями. Эльнар, у меня пока на этом все. Передаю слово тебе. Спасибо, Альбина. Альбина Абдурахманова подключалась к нам из культурной столицы Азербайджана, города Шуша. Продолжение следует...